Белые банты и строгие костюмы Борьба за экологию или борьба за спорт? Строительство лыжероллерной трассы в городском лесу приостановлено Ушли за грибами и пропали В лесу Бийского района потерялись бабушка и внучка Наступил Новый год в учебном летоисчислении Сегодня во всех школах страны прошли торжественные линейки В Бийске за знаниями отправились более 20 тысяч школьников Десятая часть из них это первоклассники Для них это 1 сентября, самый волнительный день в этом году Огромные белые банты, строгие костюмы и цветы Для кого-то это первый звонок, для кого-то последний Именно выпускникам и первоклассникам сегодня особое внимание Для первых это решающий год Год, когда необходимо определиться с будущим Впереди экзамены, расставания и поступления в ВУЗ А вот у первоклассник все еще впереди Их только ждет мир, полный знаний и открытий Я уже умею читать Писать пока не умею Умею считать до 100 Пятерки, может четверки даже будут Но хочу, чтобы ни одной двойки не было Очень, конечно, волнительно готовились обязательно В прошлом году уходили на подготовительные курсы Тщательно готовились Сегодня гимназия номер 2 открыла дверь для 779 учеников Торжественные линейки здесь проходили в три этапа Первыми звонок на урок услышали учащиеся основной школы Затем начальные классы Закрыли череду праздничных событий первоклассники и выпускники Все радостные и счастливые, лица светятся Потому что увидели своих одноклассников, своих педагогов Уже многие вчера, кто приходили в свою родную школу На репетицию или посмотреть расписание Все светились, проходили, смотрели, что изменилось Как был сделан ремонт, как изменились классы Приходили, чтобы нарядить свои классы к сегодняшнему празднику Поэтому у всех настроения отличные и замечательные На праздник пришли не только школьники Среди гостей, кроме родителей и многочисленных родственников Бывшие выпускники Среди них Евгений Андреев Молодой человек не забывает родные пенаты И каждый год приходит не с пустыми руками Этот подарок нужен особенно учителям Для того, чтобы они вас всех дружно собирали Подарок вот такой замечательный профессиональный мегафон Все, думаю, меня слышат, да? И вот такой профессиональный мегафон теперь Я думаю, учителям он очень сильно важен Чтобы всех вас собирать Чтобы не ставить вот такое громоздкое оборудование А просто так сказать, собрались в ряд И куда-нибудь пошли на хорошее культурное мероприятие И вот звенит школьный звонок Почетное право первыми зайти в школу получают, конечно же, первоклассники И учебные кабинеты начинают оживать Анастасия Исаева, Андрей Сигаев, Будни Праздничный день знаний сегодня прошел и в школе номер 31 А ведь еще неделю назад некоторые сомневались, что школа вообще откроет свои двери Музыка всюду, улыбки и смех Школа открыла двери для всех Для всех это для 380 детей Среди них 50 первоклассников Для них этот день долгожданный и важный Они уже знают, что часть школы огорожена и ходить туда нельзя А все потому, что здание ожидает ремонта Уже заказали смету и в следующем году здесь приступят к масштабным работам Однако ограниченное состояние здания вовсе не повлияет на учебный процесс Школьники здесь будут заниматься в две смены Все необходимое для этого уже есть Все дети приходят радостные, родители с волнением приходят в школу Конечно, это впереди и трудности для родителей, для детей Но все-таки это праздник, потому что это подготовка ребенка к будущему, к жизни Если школьную торжественную линейку можно отнести к официальному празднованию 1 сентября То большой праздник на стадионе юбилейный к массовому гулянию Неформальный день знаний уже стал в нашем городе доброй традицией Младшие школьники на трибуны поднимались с родителями Те, кто постарше, пришел с друзьями Первыми же на стадионе появились первоклассники вместе со своими классными руководителями Новый учебный год сегодня начался не только для школьников К творческим и спортивным занятиям вернулись воспитанники различных секций и кружков За время каникул многие дети успели побывать на разных конкурсах и фестивалях Так, с наградами в двух номинациях приехали со Всероссийского конкурса танцоры хореографического коллектива «Веснушки» Все, чему они уже успели научиться, показали зрителям во время концерта А после на стадионе юбилейный состоялись показательные выступления спортсменов Открытую тренировку устроили каратисты Участие в празднике приняли и студенты Они провели для школьников веселые состязания и научили делать сувениры И когда, как не 1 сентября, напомнить не только школьникам, но и взрослым о правилах дорожного движения Сегодня первоклассникам сотрудники госавтоинспекции вручили маршрутные листы На них вместе с родителями школьники нарисуют свой безопасный путь В результате это будет подробная карта с условным изображением зданий, улиц, пешеходных переходов и дорожных знаков Схему первоклассники вклеят в дневник И в случае необходимости ребенок в любой момент сможет посмотреть, как правильно переходить проезжую часть Отметим, составление школьниками безопасного маршрута – это часть всероссийской акции «Внимание, дети» Продлится она до 25 сентября включительно За это время с учащимися общеобразовательных и дошкольных заведений сотрудники ГИБДД проведут конкурсы, викторины и смотры Все мероприятия будут объединять общая тема – безопасное поведение на дорогах Бийска Хотелось бы напомнить всем родителям и детям во время проведения данного мероприятия Переходить проезжую часть нужно только по пешеходному переходу При этом убедившись, что водитель пропускает Ну и, конечно, учащимся в первую смену и учащимся во вторую смену, когда у нас световой день меняется Использовать на одежде светоотражающие элементы, чтобы водитель смог заметить ребенка 11-летняя школьница и бабушка пошли в лес за грибами и пропали Вчера, 31 августа, супружеская пара вместе с внучкой отправились на тихую охоту в лесной массив в районе села Усяцкое Бийского района Ближе к 18 часам вечера, набрав полную корзину грибов, мужчина решил отнести их домой Бабушка с внучкой остались в лесу Вернувшись, мужчина потерял свою супругу и внучку Больше пяти часов он сам искал пропавших И в 23 часа 20 минут, когда поиски не увенчались успехом, мужчина обратился в полицию На поиски был брошен весь личный состав полиции Бийского района Задействовано три кинолога и семь человек, представителей общественности Сотрудники правоохранительных органов прочесали лес от села Усяцкого до Мало-Енисейского Но никого не нашли Поиски прекратились только сегодня В 8 часов утра бабушку с внучкой обнаружили полицейские Как пояснили пострадавшие, они просто заблудились в лесу Их состояние оценивается как удовлетворительное В Бийске 23-летний житель Зонального района сбил пенсионера Дорожно-транспортное происшествие случилось в районе Объединения Восток Жуткие кадры попали в кадр видеорегистратора Авария произошла на улице Мерлина в 7 часов 50 минут 63-летний мужчина переходил проезжую часть по пешеходному переходу На записи видно, что в правом ряду автомобиль остановился, чтобы пропустить Бийчанина Однако в левом ряду 23-летний водитель автомобиля Марк-2 Даже не попытался затормозить и сбил пенсионера Мужчина получил различные телесные повреждения и сотрясения головного мозга С травмами его доставили в Центральную городскую больницу Бийска Сейчас по данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку После будет принято процессуальное решение Все работы прекращены Прокладка асфальтированной спортивной трассы в городском лесу на АБ приостановлена Кто за, кто против и почему, расскажем вам прямо сейчас Несанкционированная вырубка леса ведется на АБ Там, где строят продолжение лыжи роллерной трассы Так считают представители экологического союза Они забили тревогу и обратились с жалобой в полицию Как только мы начинаем для спорта, для спорта там больших достижений и так далее То есть строить какие-то объекты, размечать трассы Привлекать сюда народ, олимпиады там и так далее Масса народа, начинается деградация масс, сильное леса Эту лыжи роллерную трассу строит клуб АБ «Спортлидер» Спортсмены уверяют, они внимательнейшим образом отнеслись к проектированию нового витка Чтобы естественным образом вписать его в существующий ландшафт Вот эта третья очередь, которая планируется И она будет уходить вот туда в лес по просеке Я подчеркиваю, что она будет уходить по просеке Не срублено ни одно дерево Единственное, снят грунт Но без этого никак не обойтись Чтобы положить асфальт, немножко надо выровнять Грунт снят, будет уложен асфальт И будет чистая, прекрасная дорожка А то, что сбоку, здесь будет еще присыпано землей Новый виток асфальтированной дороги должен был разгрузить существующую трассу Ее первую очередь, 500 метров, построили три года назад В рамках целевой программы развития физической культуры и спорта в Бийске Год спустя спортсмены удлинили спортивную дорожку еще на 250 метров В этом году решили создать третью очередь трассы, длиной в 500 метров Подумали, а почему же не сделать трассу для бегунов, именно для грунта Потому что тяжелый грунт, забиваются мышцы И решили сделать маркированную трассу, которая используется в цивилизованных странах По данным городской администрации, этим летом здесь срублено 18 молодых деревьев Диаметром от 2 до 9 сантиметров Отметим, что когда спортсмены строили первые очереди трассы Они срубили 4 дерева, взамен высадили порядка 150 молодых сосен Созданная же современная спортивная трасса стала очень популярной Здесь тренируются не только лыжники Трасса открыта для всех горожан С коляской очень удобно гулять, и также я активно занимаюсь спортом На велосипеде катаюсь и на роликах Поэтому я за, чтобы здесь проходила трасса Занимаемся скандинавской ходьбой И, в общем, пользуемся мы этой трассой активно И видим, что вот с появлением этой трассы Сколько народу стало заниматься Когда начинается осень и по лесу уже не пойдешь Что тут темно и все прочее Что мы вот начинаем вот тут конкретно ходить В общем, мы очень поддерживаем, что это все удлинится И маленько отсюда вот разгрузится Что тут вот осенью уже начинается столпотворение Я тренируюсь в Вене У нас в любых парках, в любых лесах Вдоль Дуная проложены специальные трассы, дорожки Все для того, чтобы спорт был явлением массовым Это надо поддерживать, это намного больше здоровья нации принесет Чем несколько вырубленных тополей и кустарников В результате работы по строительству пока приостановили Сейчас в городской администрации занимаются проверкой разрешительных документов На создание третьей очереди трассы Появится лыжероллерная трасса на АБ или нет Зависит от мнения жителей района Чтобы поставить точку в нескончаемом споре противодействующих сторон Городская администрация решила провести публичные слушания Дата их пока не назначена Татьяна Свинаренко, Андрей Сигаев, Будни А теперь о погоде Завтра, 2 сентября, в Бийске будет ясно Температура ночью плюс 6, плюс 8 Днем до 18 градусов выше нуля Ну что ж, будем надеяться, что погода нас еще порадует А мы еще раз поздравляем всех учащихся, их родителей и педагогов с Днем зданий И пусть новый учебный год будет для вас весьма плодотворным До встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова